здравствуйте сегодня мы с вами будем разговаривать гипоадренокортицизме болезни одессона это не такое уж и редкое состояние напротив она встречается довольно часто у собак реже у кошек но к сожалению врачи не слишком хорошо знакомы с этой с этим состоянием поэтому упускают из виду и не слишком часто его подозревают если уж говорить сегодня да в рамках так сказать лабораторной диагностики об этом состоянии то надо сказать что именно некоторые специфические для гипоадренокортицизма лабораторное отклонение часто становится причиной подозревать это состояние сегодня мы как раз об этом конечно же и поговорим речь идет о недостаточности коры надпочечников напомню что надпочечники это парный орган это железо внутренней секреции находится крайне медиально от каждой почки в забрюшинном пространстве и каждый из надпочечников состоит из двух частей мозговой слой надпочечников который отвечает за синтез и секрецию катахоламинов адреналина норадреналина сегодня нас это не интересует мы с вами сконцентрируемся в основном на на каре надпочечников который отвечает за секрецию стероидных гормонов это глюкокортикоиды минералкортикоиды и некоторые половые гормоны так вот именно о нехватке коры надпочечников мы как раз сейчас с вами и будем говорить а именно о нехватке кортизола и альдостерона в дефиците этих гормонов и так кортизол и альдостерон чтобы понять что будет происходить при дефиците этих гормонов надо понять какую функцию в себе несут два эти гормона любой гормон это послание клеткам кортизол и альдостерон также несут себе определенную информацию для клеток определенный приказ клеткам в двух словах сейчас мы с вами рассмотрим что это за приказы что это за послание и начнем с кортизола у которого функционал достаточно широкий этот гормон в основном призван адаптировать организм каким-то неблагоприятным условиям и конечно же в больших количествах секретируется в кровь тогда когда организм переживает что-то неприятное для себя другими словами его еще называют стрессовый гормон что он делает если на организм оказывается какое-то воздействие неблагоприятное опасное воздействие то клетки должны мобилизоваться и начать бороться за свою жизнь перестроить свой метаболизм таким образом чтобы максимально комфортно если так можно сказать можно было пережить вот это вот ненасти до кортизол как раз настроен это делать у альдостерона функционал гораздо более узкий альдостерон призван поддерживать нормальную концентрацию калия и натрия в крови и за счет поддержания нормальной концентрации натрия или за счет повышения концентрации натрия в крови он также участвует в поддержании нормального артериального давления в больших количествах альдостерон выделяется в кровь надпочечниками корой надпочечников в ситуациях когда происходит падение артериального давления так вот если эти гормоны не будут отправляться в кровь корой надпочечников то соответственно не будут посылаться сигналы клеткам во-первых мобилизоваться и бороться с неблагоприятными воздействиями на организм то есть стрессовую ситуацию организм будет переживать очень и очень сложно для него это может оказаться жизненно такой опасный для жизни состоянием и само собой само собой нехватка альдостерона в свою очередь будет приводить к тому что будут происходить электролитные нарушения основная функция альдостерона как я уже говорил это поддержание нормальной концентрации калия натрия в крови альдостерон призван задерживать натрий в кровяном русле и избавляться от излишков калия так вот если альдостерон не будет в нужном количестве секретироваться в кровь то будет ситуация обратная тому посланию который несет себе альдостерон то есть при нехватке альдостерона будет снижаться концентрация натрия и будет повышаться концентрация калия что естественно как вы понимаете является довольно опасным для жизни состоянием фактически это фатальное сочетание низкие низкая концентрация натрия в крови это склонность гиповолемии к снижению артериального давления высокая концентрация калия в крови это токсическое действие на миокард это аритмогенный такой фактор и фактор который способствует в конечном итоге на гемодинамическим гемодинамически значимым нарушением ритма и не в конце концов остановки сердца если гиперкалиемия будет слишком сильный так вот сочетание гиповолемии и нарушение ритма как вы понимаете весьма и весьма опасным для организма вот поэтому болезнь надисона является смертельно опасным состоянием это конечно же хроническая болезнь она протекает довольно долго организм некоторое время может приспосабливаться к этому состоянию может адаптироваться но в конечном итоге происходит декомпенсация и болезнь одессона выявляется в так называемый одессонов криз вот то самое опасное для жизни состояние клинические проявления у болезни одессона в целом не слишком специфичны но услышав это не стоит махать рукой что мол с признаки не очень специфичны это значит что мы изначально не сможем подозревать болезнь одессона нет на самом деле все не совсем так несмотря на вот эту не специфичность клинических признаков врачи которые раз или два встречались болезни одессона так или иначе начинают ощущать как говорится образ этой болезни да и начинают подозревать ее там где она действительно есть попробуем к с вами сейчас по полочкам так сказать разложить немножечко классифицировать те отклонения те клинические проявления которые могут наблюдаться при болезни одессона и начнем с каких-то особенностей метаболизма для болезни одессона характерно снижение аппетита и в конечном итоге потери аппетита другими словами гипероксия амороксия и само собой постепенная потери веса на фоне вот этих вот нарушений аппетита это очень не специфичные это конечно характерно для очень многих состояний очень многих болезней и есть отклонения довольно часто они в подавляющем большинстве случаев болезни одессона наблюдаются так или иначе любой пациент с болезни одессона если диагноз вовремя не был поставлен в конечном итоге как вы понимаете столкнется с нарушением аппетита таким серьезным что в общем это может оказаться в конце концов большой большой проблемой более редким но более специфичным метаболическим расстройством или проявлением таким вот так клиническим метаболического расстройства является гипотермия склонность к гипотермии для болезни одессона очень очень специфично но с другой стороны нет ничего удивительного в гипотермии да у пациента который находится в крайне тяжелом состоянии в шоковом состоянии так что несмотря на всю специфичность все-таки гипотермия иногда выпускается из видов специалистами мира мускульные некоторые изменения они могут наблюдаться и они честно говоря могут запутывать врача путать его водить за нос каких мира мускульных изменениях я говорю но очень не специфичными являются депрессия литаргия слабость все что собственно очень часто сопутствует анорексии гипорексии более специфичными до являются и но более редкими являются дрожь беспокойство ощущение болезненности это эти отклонения часто заставляют думать о каких-то ортопедических проблемах о каких-то проблемах спинальных и нередко пациенты с болезнью одессона проходят среди прочего еще и осмотр хирурга ортопеда который в некоторых случаях обнаруживает какую-то похожую мнимую болезненность каком-то суставе или в каких-то суставах и нередко назначает некормональные противовоспалительные препараты которые как правило не оказываются эффективными или дают временный эффект в основном эта болезненность она связана не с суставными не с мышечными болями это абдоминальные боли если бы пациент мог описать их нам то он бы скорее всего сказал что у него болит живот но учитывая что ни один из наших пациентов толком описать свои ощущения не может мы с вами в основном видим скованные движения дрожь беспокойство подтянутый живот при этом литургии как вы понимаете гипероксии или анорексии то есть мы начинаем думать о какой-то болезненности есть еще изменения и со стороны сердечно-засудистой системы я говорил вам да что при болезни одессона для болезни одессона характерно снижение концентрации натрия в крови и повышение концентрации калия в крови и вот этого сочетания как раз приводит к нарушению со стороны работы сердечно-сосудистой системы которая выливается в гиповолемию снижение артериального давления в ту или иную степень дегидратации и гипер колемия конечно же может приводить и рано или поздно приводит к нарушениям ритма которые вы можете обнаружить и во время осмотра вы можете видеть нерегулярный пульс но если вы будете делать электрокардиограмме электрокардиографию то вы можете обнаружить очень специфичные для высокой концентрации калия нарушения это отсутствие зубцов p или разные степени отреавентрикулярные блокады от 1 до 3 кроме того это нередко расширение и деформация комплекса qrs иногда это специфичные для гиперкалиемии высокие и острые зубцы т все эти отклонения в эггэ они все конечно продиктованы продиктованы гиперкалиемии еще одна вещь которая часто сопровождает болезнь одессона это расстройство со стороны желудочно-кишечного тракта и вот эти расстройства очень часто вводят заблуждение клиницистов потому что в основном являются такими знаете ведущими клиническими признаками на которые ориентируется доктор и которыми начинает заниматься среди этих расстройств можно озвучить довольно частое диарею расстройство стула периодическую рвоту иногда при болезни одессона довольно редко можно встретить милену естественно в сочетании с с рвотой по носам и наличие милена наводит на мысль о том что это какое-то очень серьезное желудочно-кишечное расстройство возможно отравление возможно отравление нпвс и мы конечно как я уже говорил концентрируемся на лечении этого состояния но без подтверждения болезни одессона это лечение бывает либо неэффективным либо сопровождается частыми рецидивами ну и как я уже говорил абдоминальные боли часто сопровождают болезни одессона и в общем тоже заставляет думать о чем угодно о панкреатитах о и острых энтеритах гастритах гастроэнтерит их околитах о чем угодно только не о болезни одессона посмотрите на эту таблицу и попробуйте себе представить вот такого пациента который к вам приходит на прием да получается что у него плохой аппетит или отсутствует аппетит вовсе может быть у него есть склонность гипотермии он подавлен у него есть желудочно-кишечные расстройства понос рвота и болезнь с брюшной при пальпации брюшной стенки и ясное дело что никому в голову не приходит мысль о том что вы столкнулись с болезнью одессона потому что есть гораздо более актуальные заболевания которые могут сопровождаться подобными клиническими проявлениями поэтому как я уже говорил болезни одессона несмотря на то что это довольно частое состояние весьма распространенные среди собак тем не менее не часто диагностируется ветеринарными врачами а вот теперь мы с вами обратим внимание на отклонения при рутинных анализах крови а именно при клиническом анализе крови биохимическом анализе крови вот тут вот могут встретиться действительно признаки которые могут быть очень специфичны для болезни одессона и начнем мы с вами с общего анализа крови при болезни одессона довольно часто мы встречаем разную степень анемии и она может быть обусловлена как недостаточностью глюкокортикоида так и потерями крови через воспаленные слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта ну само собой особенно мы сталкиваемся с ними когда речь идет о мелении и это очень не специфично а вот что является специфичным так это нормальная ликограмма другими словами не стрессовая ликограмма с одной стороны ничего особенного до врач общей практике например встречает вот этого пациента которого я вам только что описывал делает клинический анализ крови и видит что у него есть некоторые анемии и у него нормальная ликограмма и врач нормальной ликограмме не придает значения но на самом деле если бы он попробовал сопоставить результат анализа крови и состояния пациента то он бы понял что есть некоторое несоответствие дело в том что при плохом состоянии мы чаще всего с вами сталкиваемся с так называемой стрессовой ликограммой когда происходит относительное увеличение количества сегмента ядерных лейкоцитов когда уменьшается количество эзинофилов когда уменьшается количество лимфоцитов то есть мы с вами видим обычно у пациентов с тяжелым состоянием эзино пение лимфопение относительные конечно вот и такое состояние называется стрессовым стрессовой Ой, простите, стрессовой лейкограммой. Но вот при болезни Дисона такой лейкограммы мы, как правило, с вами не встречаем. И это является действительно аномалией. Но еще раз повторю, мало кто обращает внимание на эту аномалию. Мы в основном обнаруживаем ее задним числом, когда уже подтвердили болезнь Дисона или когда начинаем ее конкретно подозревать на основании некоторых показателей биохимических, при биохимическом анализе крови. А вот что касается биохимического анализа крови, то здесь есть смысл остановиться подробнее на этой теме. Потому что отклонения в этом анализе могут с одной стороны быть очень специфичными, а с другой стороны могут запутывать клинициста. Ну, поговорим пока о отклонениях, которые бывают при болезни Дисона и которые могут запутывать. Очень характерно для болезни Дисона повышение концентрации мочевины и креатинина в крови. Это повышение часто заставляет думать о хронической болезни почек. Очень многих врачей. Особенно если принять в внимание те жалобы, с которыми поступает к нам пациент. И то, что мы с вами можем наблюдать при осмотре, то, само собой, что высокий мочевин и креатинин сразу заставляют нас ставить на пациенте, как говорится, крест. Мы начинаем думать о самом дурном. О том, что почечная недостаточность существует. И прогноз у этого пациента не очень хороший или совсем не хороший. Но при болезни Дисона это повышение связано с преринальной почечной недостаточностью. То есть, другими словами, функция почек сама по себе не нарушена. Просто в силу гиповолемии, в силу снижения артериального давления, в силу плохой перфузии почек, вот эти два показателя начинают повышаться. И они приходят в норму довольно быстро после того, как пациенту проводят инфузионную терапию. То есть, мы встречаемся с вами вот с такого рода качелями, как говорится. Показатели мочевин и креатинина высокие. Мы проводим капельную инфузию, думая, что это почечная недостаточность. Получаем очень быстрое улучшение и общего состояния, как правило, и улучшение со стороны почечных показателей. И думаем, что мы преодолели почечную недостаточность. Но, как вы понимаете, после того, как капельные инфузии будут отменены, через довольно короткое время, через сутки, через двое, через трое, произойдет снова рецидив улучшения общего самочувствия. И снова поплывут кверху креатинин с мочевиной. И это будет заставлять нас думать о рецидиве почечной недостаточности. Мы снова начнем те же самые мероприятия. И так будем действовать по кругу до тех пор, пока не поймем, в чем дело. Повторю еще раз, что именно эти показатели могут водить врача за нос. Поэтому вот такой вот характер изменений почечных показателей некоторых врачей, некоторых пытливых ум, заставляет подозревать уже на этом этапе болезни Адисона. Еще одно отклонение, которое может быть характерно для болезни Адисона, но которое тоже может вводить в заблуждение, это повышение активности трансаминаза, которая достаточно выраженно повышается. Я имею ввиду АЛТ и щелочную фосфатазу. Эти отклонения заставляют нас думать о некой печеночной проблеме. И само собой врач втягивается в лечение печени, в лечение гепатита. Само собой это лечение не бывает, как правило, очень эффективным. Вот до тех пор, пока не бывает поставлен диагноз. Еще один момент, который также заставляет концентрировать на себе внимание, но отвлекает, честно говоря, от основного диагноза, это гипогликемия. Как вы помните, при болезни Адисона есть дефицит кортизола. А кортизол это глюкокортикоид. Каждый глюкокортикоид призван поддерживать нормальную концентрацию глюкозы в крови. То есть, когда происходят большие расходы глюкозы, например, в стрессовой ситуации, в ситуации неблагоприятной для организма, выброс глюкокортикоидов в кровь, выброс кортизола в кровь делает ткани менее чувствительными к действию инсулина. Глюкокортикоиды являются контрансулярными гормонами. Кроме того, выброс глюкокортикоидов в кровь заставляет активизироваться глюкониогенез. Это все способствует поддержанию нормальной концентрации глюкозы в крови, что очень благоприятно для головного мозга в стрессовой ситуации. Так вот, при нехватке глюкокортикоидов, при нехватке кортизола, нередко отмечаются противоположные явления, а именно гипогликемия. Она крайне редко сопровождается гипогликемическим синдромом, то есть проявлением гипогликемии клиническим. Но зато оттягивает на себя внимание врачей, и если уж они при биохимическом анализе крови обнаружили ее, это гипогликемия, да при этом еще пациент себя чувствует очень плохо, врачи начинают заниматься нормализацией концентрации глюкозы в крови. Это могут быть болюсы 40% глюкозы, это могут быть инфузии 5% или 10% глюкозы. Вот. Само собой, эти инфузии, эти болюсные введения 40% глюкозы, конечно, могут приводить к нормализации концентрации глюкозы в крови, но не приводят к улучшению, как это бывает при гипогликемическом синдроме. Вот. Еще раз повторю, что гипогликемия довольно часто встречается при болезни Адисона, но в основном заставляет врачей идти по неправильному пути. И еще одно отклонение, которое встречается при болезни Адисона, правда, относительно редко фиксируется, это довольно умеренное или слабое повышение концентрации кальция в крови, гиперкальциемия. Мало кто обычно обращает внимание на это повышение, оно, как правило, остается необъяснимым. И оно, как правило, не очень сильное, поэтому, собственно, ему уделяют очень мало внимания. В основном концентрируется, еще раз повторю, на повышение концентрации мочевина-креатинина, на повышение активности трансаминаз и на гипогликемии. И, как вы понимаете, эти изменения, особенно если они присутствуют у одного пациента, они дают почву для самых-самых различных предположений, самых разных диагнозов и самых разных вариантов лечения, которые в конечном итоге, собственно, успехом не увенчаются, если не подтвердить болезнь Адисона и не начать ее лечить специфично. А вот теперь мы с вами обратим внимание на очень специфичное нарушение, которое мы можем встретить при биохимическом анализе крови у пациентов с болезнью Адисона. И именно это сочетание заставляет врачей подозревать эту болезнь. Я имею в виду гиперкалиемия и гипонатриемия. Те электролитные нарушения могут быть сочетанными, то есть у одного пациента может быть гиперкалиемия и гипонатриемия. Это очень специфично и это очень характерно для болезни Адисона. Но также может встречаться и отдельно нарушение одного из этих показателей. Например, у пациента может быть гиперкалиемия и нормальная концентрация натрия. И наоборот, нормальная концентрация калия, но низкая концентрация натрия. Все эти электролитные нарушения в той или иной степени, если они присутствуют, заставляют сразу думать о том, что у пациента есть болезнь Адисона. И с этого момента начинают думать о подтверждении этого состояния. Но не стоит полагать, что в 100% случаев болезни Адисона электролитные нарушения встречаются. По статистике, в 20% случаев болезни Адисона, в случае гипоадренокортицизма электролитных нарушений не бывает. Отсутствие электролитных нарушений в этой ситуации может объясниться тем, что речь может идти о вторичной болезни Адисона. О ситуации, когда не кора надпочечников разрушается вследствие иммуноопосредованного воспаления, как чаще всего бывает. А в результате того, что гипофиз повреждается и становится неспособным секретировать адренокортикотропный гормон, который в такой ситуации не стимулирует надпочечники к секреции кортизола. И в такой ситуации, при вторичном гипоадренокортицизме, будет недостаток дефицит кортизола, но дефицита альдостерона не будет, потому что секреция альдостерона не зависит от сигналов со стороны гипофиза. Поэтому вот в такой ситуации мы можем с вами сталкиваться с очень неспецифичными признаками, обусловленными дефицитом кортизола, но отсутствием электролитных нарушений, потому что дефицита альдостерона нет. И в некоторых случаях первичные болезни Адисона, когда все-таки речь идет о иммуноопосредованном разрушении коры надпочечников, но о неравномерном разрушении именно тех слоев, которые отвечают за секрецию кортизола, вот в такой ситуации тоже электролитных нарушений может не быть. Но они могут со временем развиться, потому что само собой разрушение коры надпочечников продолжается. И в общем вполне логично ожидать, что рано или поздно оно будет полным. Так или иначе, в процентах 80 случаев болезни Адисона мы с вами с теми или иными степенями электролитных нарушений будем сталкиваться с гиперкалинией и гипонатриемией. И уже вот, как я уже говорил, именно с этого момента мы начинаем думать о болезни Адисона. Что еще можно, о чем еще можно говорить, когда мы сталкиваемся с болезнью Адисона? Само собой, когда мы видим нарушение ритма, или многие врачи видят нарушение ритма и видят признаки сердечной недостаточности, они начинают думать о патологиях сердца и выполняют рентгенограммы грудной клетки. Пытаются таким образом попробовать понять, есть ли какие-то органические изменения со стороны работы сердца, простите. И, как правило, на рентгенограммах обнаруживают признаки гиповолемии, рентгенографические признаки гиповолемии. Это уменьшение тени в сердце, это обеднение сосудистого рисунка, это снижение контрастирования каудальной полной вены. В общем, вот эти все признаки рентгенографические гиповолемии можно обнаружить при болезни Адисона. Электрокардиограмма. Я вам говорил уже, что при болезни Адисона мы часто сталкиваемся с вами с гиперколемией и, соответственно, те изменения электрокардиограммы, о которых я чуть раньше говорил, вы можете увидеть на этой электрокардиограмме. Она была сделана 8-месячной самке-собаке, у которой была диагностирована болезнь Адисона, у которой концентрация калия была в районе 8. Как вы видите, мы на этой электрокардиограмме можем увидеть, что зубцы P отсутствуют, что комплекс QRS расширен и что ритм нерегулярный. Итак, предположим, есть у нас пациент с комплексом клинических признаков, не специфических клинических признаков, которые, в принципе, могли бы соответствовать болезни Адисона. И мы с вами у этого пациента видим кое-какие косвенные лабораторные признаки болезни Адисона. Например, повышение концентрации мочевины, креатинина. И самое главное, мы с вами видим электролитное нарушение гиперкалиемии, гипонатриемии. Или один из этих показателей нарушения. Нарушение концентрации одного из этих показателей. И нам в голову приходит мысль о том, что у этого пациента может быть болезнь Адисона. Скажу, что болезнь Адисона это заболевание молодых животных. Как правило, именно у молодых мы диагностируем ее. До пожилого возраста они не доживают, если им не ставят диагноз вовремя. Или болезнь Адисона крайне-крайне редко возникает у пожилых пациентов в силу каких-то таких не иммуноопосредованных поражений коры надпочечника. Например, вследствие разрушения коры надпочечников и вследствие, например, сепсиса, вследствие шока, вследствие какого-то грибковой инфекции и так далее. Что большая-большая редкость. В основном, еще раз скажу, причиной болезни Адисона является иммуноопосредованное поражение, необратимое поражение коры надпочечников. А это, как правило, бывает у молодых пациентов. То есть, такие пациенты средний возраст их около 4 лет. Итак, мы подозреваем болезнь. Что мы можем с вами предпринять для того, чтобы подтвердить ее? Ну, само собой, что если мы сталкиваемся с вами, подозреваем точнее дефицит секреции кортизола, то в голову приходит мысль определить концентрацию кортизола в крови. И, в общем, кажется вполне логичным, что если концентрация кортизола в крови будет низкой вот такого пациента, то болезнь Адисона будет у нас в кармане. Но это не так. Дело в том, что и при нормальной функции коры надпочечников мы можем сталкиваться с вами в определенных ситуациях с низкой концентрацией кортизола или с концентрацией кортизола, в общем, неопределяемой в крови. При этом это не будет говорить о том, что надпочечники не способны секретировать кортизол. Если произойдет их стимуляция, вполне возможно, что они дадут необходимую концентрацию кортизола в крови. Но, с другой стороны, надо отметить, что если концентрация кортизола в крови выше 55 наномоль на литр, то это говорит о том, что болезнь Адисона можно считать исключенной. То есть, это говорит о том, что кора надпочечников способна секретировать нормальное количество кортизола. И определение концентрации кортизола, как вы поняли, хорошо для того, чтобы исключать болезнь Адисона, но не для того, чтобы ее подтверждать. Я время от времени использую определение базовой концентрации кортизола у пациентов, у которых только смутно подозреваю болезнь Адисона или хочу просто отвязаться от нее, исключить ее и, собственно, думать о каких-то других состояниях. Если я получаю высокую концентрацию кортизола выше 55, то я тогда отставляю болезнь Адисона в сторону и начинаю заниматься диагностикой других состояний. Но, если концентрация кортизола низка, то тогда все-таки необходимо провести специфический тест, тест, который проводят в тех случаях, когда болезнь Адисона подозревается. И это второй добрый тест с адренокортикотропным гормоном, с синтетическим аналогом адренокортикотропного гормона. Для нас привычным препаратом, синтетическим аналогом адренокортикотропного гормона является синактен. Или синактен-депо, его пролонгированная форма. Протокол теста с адренокортикотропным гормоном довольно простой. Мы должны будем взять первую пробу крови, чтобы в ней определить концентрацию кортизола, базовую. И, само собой, мы должны увидеть концентрацию ниже 55 наномоль на литр. А после этого мы делаем инъекцию синактена. Если это синактен, который можно вводить внутривенно, то он вводится внутривенно или внутримышечно. Если это синактен-депо, пролонгированная форма препарата, то только внутримышечно можно вводить. Протокол предполагает введение синактена в дозе 5 микрограмм на килограмм. И через час или полтора часа берется вторая проба крови. И в ней также оценивается концентрация кортизола. Что в норме должно произойти? Мы это должны понять, чтобы правильно интерпретировать этот тест. При нормальной функции коры надпочечников, через час-полтора после стимуляции надпочечников синактеном, синтетическим аналогом адренокортикотропного гормона, должен произойти серьезный прирост концентрации кортизола в крови. В норме концентрация кортизола в крови повышается от 200 до 450 наномоль на литр. Отсутствие прироста будет говорить о болезни Адисона. Вот как раз посмотрите, здесь мы и будем с вами видеть иллюстрацию этого. То есть мы видим, что в основном при болезни Адисона концентрация кортизола до применения синактена и после применения синактена, через час-полтора после применения синактена, остается одинаковой. То есть, как правило, в первой пробе крови кортизол или очень низок, или не определяется. Во второй пробе крови концентрация кортизола также или очень низка, или не определяется вовсе. И так в основном при болезни Адисона и бывает. То есть интерпретировать этот тест очень и очень несложно. Тут важно, что заметить. Важно заметить, что подтвердить болезнь Адисона важно до того, как вы начнете длительную заместительную терапию. Почему? Потому что если вы втягиваетесь в длительную заместительную терапию, не подтвердив болезнь Адисона, то через несколько месяцев подтвердить это заболевание уже будет невозможно. Потому что тест с адренокортикотропным гормоном будет неинформативен. А отменить глюкокортикоид или минералокортикоид с глюкокортикоидной активностью после длительного курса очень быстро отменить будет невозможно. Поэтому прошу вас, прежде чем вы втянетесь в длительную заместительную терапию, все-таки подтвердите диагноз. Короткая заместительная терапия не является большой проблемой для подтверждения болезни Адисона. То есть в течение недели применение преднизолона, например, не будет сказываться на результатах теста с адренокортикотропным гормоном. И вы можете после недельного курса преднизолона выждать около суток, сутки после последней инъекции и провести тест. Если вы подтвердили все-таки болезнь Адисона и планируете лечение, то тут вам важно понять, в каком состоянии пациент находится. Он находится в очень тяжелом состоянии или в состоянии средней тяжести. Отсюда вы выбираете лечение. Если у пациента сохранен аппетит, если у него нет анорексии, ну, например, есть только гипероксия, и вы оцениваете его состояние как состояние средней тяжести, вы можете такого пациента лечить амбулаторно, однозначив ему заместительную терапию. Но если аппетита у пациента нет и состояние его тяжелое, то амбулаторное лечение и просто заместительная терапия будут неэффективны. Давайте о лечении немножко поговорим. И о контроле лечения, лабораторном контроле лечения. Если аппетит сохранен, и вы можете начать заместительную терапию, то, в общем-то, у нас в нашем распоряжении находится, ну, такой довольно неплохой арсенал лечебных препаратов. Ну, доступный и весьма эффективный способ – это применение флудрокортизонаацетата, который продается в наших аптеках под коммерческим названием «Картинет». Это минерал кортикоид с небольшой глюкокортикоидной активностью. И этот препарат можно использовать в монорежиме для пожизненной заместительной терапии пациентам с болезнью Дисона. Редко, когда требуется дополнительно к нему назначать глюкокортикоид в маленьких дозах для того, чтобы восполнять еще и глюкокортикоидную активность. Начинают обычно с относительно небольшой дозы – 10-15 микрограмм на килограмм в сутки. И через неделю после этого проводят контрольный осмотр и контрольный анализ крови, для того, чтобы понимать, хорошую дозу используете вы или ее стоит скорректировать. И в основном происходит постепенное увеличение дозы этого препарата до необходимой. Есть также и ветеринарный препарат, который в России, к сожалению, сейчас не зарегистрирован. Его, в принципе, можно приобрести за рубежом, в интернет-аптеках зарубежных. Он давным-давно используется в ветеринарии. Он имеет действующее вещество – дезоксикортикостеронопиволат. И продается по двумя коммерческими названиями. Один из них, вот здесь представлен, зекартал и перкартен – второе название коммерческое. Это суспензия, это пролонгированный препарат, который вводится подкожно или внутримышечно один раз в 25-30 дней. Это исключительно минерал-кортикоид. Он не обладает глюкокортикоидной активностью. Поэтому, если вдруг когда-нибудь вы решите его применять, то вы должны понимать, что параллельно с ним вы должны будете использовать еще и глюкокортикоид. Например, гидрокортизон в таблетках или претнизолом. Это все пожизненное лечение. И подбор дозы этих препаратов осуществляется на первых этапах на основании результатов осмотра и опроса владельца. То есть, на основании того, как хорошо вам удается контролировать клинические признаки болезни Дисона. И на основании, конечно же, определения концентрации калий-натрия в крови. То есть, вам нужно, конечно же, привести концентрацию калий-натрия к норме. И, собственно, таким образом тетровать дозу. В дальнейшем, как только доза подобрана, время от времени, раз в 3-4 месяца таким пациентам требуется контрольный осмотр и контрольное определение калий-натрия в крови, чтобы вовремя корректировать дозировку препаратов, которые вы используете для заместительной терапии. Вот если речь идет о другом состоянии, о состоянии одессонного криза, когда аппетита нет у пациента, когда общее состояние тяжелое, то только заместительной терапии будет не хватать, конечно же. И, больше того, дефицит минерала глюкокортикоидов вот в этой ситуации не будет смертельно опасным. Смертельно опасным для пациента в такой ситуации является гиповолемия и электролитные нарушения, которые влекут за собой, конечно же, нарушение ритма. Соответственно, лечебные мероприятия должны быть направлены в первую очередь в такой ситуации на борьбу с гиповолемией и на борьбу с электролитными нарушениями. Нужна энергичная и очень активная инфузионная терапия для того, чтобы как можно скорее поднять артериальное давление такому пациенту и поддерживать его в дальнейшем. И, собственно, уже на фоне инфузионной терапии только общее самочувствие многих и многих пациентов улучшается. Они становятся гораздо более активными и в некоторых случаях начинают интересоваться едой. С гиперкалиемией есть смысл бороться в тех случаях, когда гиперкалиемия сопровождается какими-то серьезными нарушениями ритма, гемодинамически значимыми. В такой ситуации используют, скажем так, в первую очередь препараты кальция, которые снижают токсическое действие гипервысоких концентраций калия на миокард. Также можно применять гликозоинсулиновую смесь, которая способствует снижению концентрации калия в крови за счет перевода калия из вне клеточного пространства, из крови в клетки. Ну и, само собой, сама по себе инфузионная терапия большими объемами будет так или иначе способствовать нормализации, в той или иной степени нормализации концентрации калия в крови. И, конечно, как только вы привели пациента в норму, а самое главное, как только вы подтвердили болезнь Эдисона в тесте с адренокортикотропным гормоном, вы можете начинать заместительную терапию долгосрочную. Ну, в условиях стационара, как правило, проводят заместительную терапию глюкокортикоидами, которые имеют минералокортикоидную активность. Это может быть гидрокортизон, довольно хороший вариант для заместительной терапии именно в стационаре. Ну, в основном гидрокортизон инъекционный не так просто обнаружить, поэтому в основном используется преднизолон. В очень маленьких дозировках 0,2-0,5 мг на килограмм два раза в день это вполне достаточная дозировка для того, чтобы в стационаре проводить заместительную терапию. Ну, а потом по выписке из стационара назначают ту заместительную терапию долгосрочную, о которой мы с вами не так давно говорили. Либо флудрокортизонный ацетат, либо дезоксикортикостеронопиволат. То, что кажется вам удобным и правильным. Похоже, мы с вами закончили эту тему, и я готов послушать ваши вопросы, если они у вас есть. Субтитры создавал DimaTorzok